Свою проверку сегодня устроили и кировские прокуроры. Еще в январе они заметили, что некоторые школьные автобусы не соответствуют нормам. У руководства школ был всего месяц, чтобы исправить нарушения. Сегодня специалисты вышли в повторный рейд. Подробности у Анастасии Шерстневой. Кнопки связи с водителем. В прошлом раз было установлено, что некоторые из них не работали. Сейчас посмотрим. Работает. А также на огнетушителе теперь четко видно дату очередной зарядки. И доступ к кнопке экстренного открытия дверей на этот раз не затруднен. Если дверь открывается при экстренном подключении, то вырабатывая. И автобус становится на ручной тормоз, и он никуда не сможет двигаться. В январе прокуроры Первомайского района проверили автобус 54-й школы. И нашли сразу несколько нарушений. На их устранение у дирекции был всего месяц. И руководство сразу взялось за дело, рассказывает Елена Клобукова. Школьным автобусом мы пользуемся с отличием 19-го года. Он нам необходим, так как часть детей проживает в поселке Сидоровка и деревне Сунцово. Доставка детей производится каждый день. Для этого, конечно, нам необходим транспорт. Ритация всесезонная. То есть на ней можно ездить и зимой, и летом. Вот и новую зимнюю резину уже закупили. До этого водитель ездил на летний. Правда, воспользуются обновкой уже в следующем году. Поэтому, отмечает помощник прокурора Алексей Белоозёров, все замечания устранены. В данных автобусах перевозятся дети. Повышенные требования к безопасности данных перевозок. Тем более, что имеется ряд случаев, как раз в преддверии проверки, которая проводилась. Ряд случаев, когда несоблюдение требований безопасности детей приводило к серьезным авариям. Крупным жертвам среди детей. Поэтому я считаю, что, конечно, данные проверки нужны. Подобные проверки проходят раз в год, говорят специалисты. Помимо 54-й школы, нарушения выявили и в школе номер один в Порошино. Судя по ответам из учреждения, там замечания тоже уже устранили. В ближайшие дни это проверят прокуроры. Если все же недостатки останутся, то виновных оштрафуют. Анастасия Шурснева, Антон Мамаев, Бюро новостей Довича.